До введения ограничений по добыче нефти, согласно достигнутому решению стран ОПЕК+, осталась всего неделя. Но скоро надо будет резко сбрасывать обороты. Причем РФ сталкивается с такой ситуацией впервые за все четыре года, когда были запущены инициированные ею же ограничения. Тогда не соблюдался режим пропорциональности сокращения и большую часть обязательств взяла на себя Саудовская Аравия, а Москва имитировала сокращение только техническими маневрами за счет проведения регламентных работ на тех или иных месторождениях. Да и доля сокращения у Москвы была мизерная. Поэтому вопросов о том, насколько она укладывается в свою квоту или вообще, сокращает ли она добычу в принципе, не возникало. Но последняя сделка имеет совершенно другой характер. Путин на коленях вымаливал у Трампа помощи, чтобы тот договорился с саудитами о возобновлении убитого им же соглашения. И его снова впустили в дверь, которую он хлопнул месяц назад, но уже на других условиях. Теперь ограничения стали пропорциональными и в паритете с Саудовской Аравией. Саудиты просто не согласились бы говорить с Москвой, не прими она этого предварительного условия. А кроме того, зная подлый характер Путина, который всегда нарушает любые договоренности, в этот раз контроль будет жестким. И если дед Вова решит прикинуться шлангом и снова дурить партнеров по этому соглашению, то арабы просто выйдут из него так, как сделали с 1 апреля, а что за этим последует, Путин уже увидел. Теперь ему стало понятно, что он напрасно бряцал железом и спалил сотни миллиардов на различные стрелялки. Арабы могут уничтожить Московию легко, непринужденно и без единого выстрела, теперь в этом ни у кого нет сомнений. Увидеть пресмыкающегося Путина никто не ожидал так легко и быстро, но это случилось. И теперь небрежного мачо уже нет, его снова впустили в клуб мировых торговцев нефтью, но теперь он уже никогда не сядет на почетное место, а определился у самой параши. И ведь тут важно то, что все все поняли. Ведь за саудитами отработали остальные крупные игроки нефтяного рынка – Эмираты, Кувейт, Ирак и даже Нигерия. Все не просто выкрутили свои краны на максимум, но и сбросили цены настолько, что российской нефти просто не нашлось места на рынке. То есть головой в парашу старика окунали хором, и теперь он полностью утратил свой былой статус крутого пацана. Его заработать сложно, а утратить легко. Причем его теряют один раз и навсегда. Это значит, что теперь все будут следить за поведением РФ на рынке и уж точно увидят любой признак того, что она не соблюдает условий сделки. Доверия, которое было до начала марта уже нет и никогда не будет. Более того, создалась ситуация такого плана, что сейчас на рынке не просто избыток нефти, но скорее избыток стран ее продающих. Таким образом, там сейчас разворачивается аналог старой детской игры, когда детки под музыку ходят вокруг стульев, которых на один меньше. Как только музыка перестает играть, все должны сесть, кто не успел – выбывает. Так вот, эта нефтяная игра имеет несколько доработанные правила. Речь уже идет не о том, кто лишится стула, а в том, когда перестанет играть музыка. В российской прессе эту тему обходят десятой стороной, но тем не менее там понимают, что еще одна ошибка, допущенная на нефтяном рынке, вызовет, если не прямое эмбарго российской нефти, то косвенное эмбарго через жестокий демпинг, который способен устроить все игроки рынка. Они уже начали вытравливать РФ и если бы не вмешался Трамп, то за несколько месяцев экспорт российской нефти прекратился бы в принципе. Ее просто никто не стал бы брать, потому что она слишком дорогая, а как это может быть, мы только что увидели. Демонстрация того, что цены могут быть отрицательными, дошла до селезенок Путина и компании. И вот сейчас в российской прессе случилось то, на чем прокалывается опытный и битый жизнью урка. Прокалывается на мелочах, которым не придал значения. Вернее, они даже не замечают, как сами себя засыпают, потому что для них все кажется логичным и последовательным, но это совсем не так. Дело в том, что мы отслеживаем движение Москвы во всех значимых сферах с лета 2014 года и прекрасно помним, как началась картельная эпопея 2016 года, когда нефть впервые показала пике, к которому уже давно стремилась. Как и в этот раз, Москва оказалась инициатором крупной сделки и ходят разные слухи о том, что ей стоило уговорить арабов. Но сейчас важно не это, а то, что российская пресса вяло, если не сказать индифферентно, отнеслась к последним заключениям этого соглашения. Казалось бы, Москва берет на себя ограничения по добыче и в прессе должны были появиться обзоры о том, чего ожидать экономики РФ от этих ограничений и, главное, как они будут распределены среди добывающих компаний. Но ничего такого не было. То есть в прессе это событие не вызвало никакого ажиотажа или даже заинтересованного обсуждения. Тогда показалось, что все это таки прошло, но на каком-то узкокорпоративном уровне и в режиме конфиденциальности, что в принципе могло бы и быть, хотя по горячему были подозрения в том, что Москва как всегда просто не выполнит своих обязательств. А раз никто их не планировал выполнять, то и сотрясать воздух тоже нет смысла. Но в этот раз все прояснилось. Теперь возникла реакция, которая должна была случиться еще в 2016 году, но не случилось. А все потому, что тогда это была лишь игра, а в этот раз, видя какие репутационные потери понесла РФ и лично Путин, всем стало понятно, что это всерьез и с обычным валянием дурака номер уже не пройдет. А потому пошли многочисленные комментарии обсуждения того, к чему приведут вынужденные сокращения и каким образом их можно обеспечить. Действительно, в этот раз РФ должна сократить добычу почти на четверть, а если быть точным на 23%, и ей самой теперь важно, чтобы никто не поймал за руку лишней нефтью, как на Олимпиаде в Сочи с конторской мочой. Там скандал закончился только потерей репутации, а здесь все может закончиться потерей рынка. По этой причине и обсуждения уже идут конкретные. Например, российские нефтяные компании могут начать сжигать добываемую нефть в рамках сделки ОПЕК-плюс по сокращению добычи. Не правда ли, уже на этом можно ставить точку и больше ничего не цитировать. Но тут интересны еще и некоторые детали. Лукойл, чья добыча в России составляет 1,65 миллиона баррелей в сутки, планирует закрыть ряд месторождений в КОМе на одном из своих дочерних предприятий Лукойл Ухта Нефтегаз. Славнефть, дочка Роснефти и Газпромнефти, рассматривает закрытие ряда месторождений в Югре. Здесь важно даже не количество сокращаемой добычи, а названия компаний. Ведь именно эти и не только эти названия мы хотели бы увидеть в санкционных списках. И вот они оказались. Пусть не полностью, кусками и тем не менее.